Обзор дистрибутива Gintu в контексте компьютерной графики. Этот блог будет интересен художникам Blender, которые работают на дистрибутивах Linux, художником-фрилансером. Содержание у этого блога является моим личным мнением. Я всегда нахожусь в поиске и буду рад обсудить эту тему с вами. В споре рождается истина. Правильно будет начать с цели назначения дистрибутива. Что мы хотим получить в итоге? Это дистрибутив для работы с графикой, преимущественно на Blender. Какое главное отличие Blender от других редакторов? Это открытый исходный код. Открытый исходный код позволяет использовать Blender максимально приближенно к задаче. От просмотрщика 3D-шек игрового движка до встраиваемой DevOps-библиотеки, части большого сервиса. Невозможно предположить все варианты, потому что открытый код дает возможность изменять программу до неузнаваемости. Сейчас мы в первую очередь рассмотрим основные, на мой взгляд, требования к дистрибутиву для Blender. С профессиональной точки зрения художника-фрилансера. Я выделил 4 основных требования. Первое. Возможность установки последней версии программы. Почему это важно? Blender уступает или до последнего времени уступал своим конкурентам в технологиях. К примеру, рендерер Cycles появился только с версии 2.61. Это декабрь 2011 года. Когда, например, такой рендерер, как V-Ray, уже устаревал и примерно в эти годы появлялся рендерер Corona. Понятно, что все блендерщики ждали Cycles. И когда выходит такое обновление, опять ждать появления новой версии в твоем дистрибутиве уже просто невозможно. К слову, в дистрибутиве Gintu есть возможность установки до релизного салта прямо из гид. С любой ветки и коммета. Нужно отдать должное команде разработчиков Blender за очень удобно организованные ежедневные сборки на официальном сайте. Все последние изменения можно получить очень быстро, но это будет не системная установка. Соответственно, не будет совместимости с другими программами, начиная от запуска по клику из файлового менеджера до связанных с криптами питон сторонних программ. Не будет бинарной совместимости. То есть установка программы из архива может быть как запасной источник или как исключение. Второе требование. Совместимость с другим софтом. Ворачиваясь к предыдущему пункту про бинарную совместимость, то даже на уровне одного выпуска дистрибутива ее бывает невозможно достичь. У меня был случай в дистрибутиве Ubuntu, что не получилось подобрать, чтобы Blender и FreeCut были собраны на одной версии питон. А без этого условия нельзя работать с модулями FreeCut из интерпретатора Blender, вследствие чего, например, аддон Сверчок не мог обрабатывать Solid объекты. Возможность применения патча. Коротко для чего нужно применение патчей. Применение патчей нужно для исправления ошибок, изменения, улучшения работы существующих функций, добавления новых функций. Самое банальное, это задать параметры по умолчанию. Каждое обновление заставляет меня заново вспоминать и вводить избранные параметры настроек программы. При помощи патча можно поставить нужные именно вам параметры по умолчанию и получать их сразу при установке. Не спешите с выводами, потому что есть параметры умолчания, которые можно задать только патчем. Например, в настройках модификатора Subdivision есть опция Use Limit Surface. Она делает габариты меша максимально одинаковыми на всех уровнях сглаживания. И команда разработчиков Blender включила ее по умолчанию. Но в таком случае теряется совместимость результатов Subdivision с другими 3D редакторами. И главное для меня становится невозможным работать с несколькими модификаторами, так как результат будет непредсказуемым. Вот на примере слева направо. Первое. Один модификатор с двумя уровнями. Use Limit Surface отключен. Второе. Два модификатора по одному уровню. Use Limit Surface отключен. Третье. Два модификатора по одному уровню, но Use Limit Surface включен. Как вы можете видеть, первые два случая совпадают. Они совпадают полностью. После применения моего патча на всех вновь созданных модификаторов, эта опция отключена по умолчанию. Четвертое. Удобство в обновлении. Как обычно происходит установка аддонов. Вы когда-то в начале установили сам Blender. Потом в течение какого-то времени установили аддоны к нему. Потом еще немного аддонов. И конечно все они из разных источников. Как все это теперь обновить? А что сказать про надежность источников аддонов? Я привел 4 основных требования. Мне интересно как вы их определяете для себя. И какие требования есть у вас. Было бы интересно почитать в комментариях. Теперь поговорим о минусах. Первое. Высокий порог вхождения. Нужно читать документацию. В Генту нет графических утилит от дистрибутива для установки и настройки. Установка это обычная распаковка из архива. Настройка это задание значений в текстовых файлах и через консольные утилиты. Конечно есть и графические утилиты общего назначения, например для разметки диска. Вывод такой, что установка идет параллельно чтению руководства. Решение прикладных сервисных задач по настройке с чтением Вики дистрибутива. Дистрибутив быстро обновляется, поэтому чтение Вики всегда рекомендуется. И такой вопрос. А какой дистрибутив не нужно изучать для профессиональной работы? Все дистрибутивы нужно изучать, без исключения, не так ли? Поэтому имха это спорный или вообще не минус. После определенного времени использования дистрибутив Генту становится как минимум с натяжкой не сложнее любого другого дистрибутива. Но я записываю этот ролик, потому что я считаю Генту проще любого другого дистрибутива. Сложно или невозможно установить неподдерживаемый софт? Программы могут иметь в дистрибутивах официальное сопровождение. Это идеальный вариант по качеству пакета. Еще сопровождение может быть от мейнтейнера, администратора пакета от дистрибутива. Или может вестись добровольчески в стороннем репозитории. Или по Гентушному оверлей. В этих случаях есть поддержка в дистрибутиве. Пакет или по Гентушному eBuild можно найти в базе данных. Еще много оверлеев есть на публичных гид-площадках, таких как гитхаб. Если eBuild все-таки не был найден, что бывает очень редко, его просто написать самому. Сейчас это не тема для обсуждения, скажу лишь, что это в разы проще, чем упаковывать программу в деппакет. У меня был соответствующий опыт. Ну и в крайнем случае есть возможность сделать eBuild из существующего деппакета. Настоящая проблема может быть с монструозными программами типа Unreal Engine. Исходники этого движка содержат множество сторонних библиотек, определенных версий, со своим менеджментом зависимости. Такая своего рода операционная система. После определенных попыток опакетить Unreal Engine для себя решил, что нет смысла этим заниматься. Приходится писать много патчей, которые становятся негодными при обновлении движка на другую версию. И все начинается сначала. Тем более сам дистрибутив Unreal Engine бывает переваливает за 100 гигабайт, и он просто не помещается на системном диске. Unreal Engine я устанавливаю не в систему, а в обычную директорию пользователя. Как тут оправдать Gintu? Наверное тем, что в других дистрибутивах ситуация не лучше. Справедливости ради скажу, что видел у Arch Linux в репозитории AUR пакет Unreal Engine, но как он работает не знаю. Еще один минус, нужно долго компилировать из исходников. Компиляция из исходников, как правило, занимает больше времени, чем установка из архива. Особенно на старых компьютерах. Как раз накануне в Gintu была большая новость. Вообще, уже достаточно долго в дистрибутиве были инструменты для создания бинарного кэша пакетов, для повторной установки. Это особенно удобно для установки на несколько компьютеров. Это был локальный кэш. Теперь есть репозитория бинарных пакетов. Это значит, что можно всю систему установить в бинарном виде со скоростью установки, например, Ubuntu. Также остается возможность установки в обычном виде из исходников. Перепробовав несколько дистрибутивов, таких как Ubuntu, Debian, Calculate, Nixos и прочих, я остановился на Gintu. До сих пор не вижу альтернатив. В нем все вышеперечисленное и легко осуществимо. Минусы удалось решить опытом использования, которым и хочу поделиться с вами. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...